Всем привет! И снова в нашей интернет-эфферии подсказ «Тревности на службе современности». Наши сегодняшние выпуски будут вести. Я вняву. Друзья, вы прослушали выдержку из выступления лидера Китая Цзюрин. Он сказал, то, что идет на борис у людей, даже мягкие дела, необходимо расцветать. А с того, что вредить людям, даже в мирочах, надо осказывать выражение «Ли Мин Чи Ши Су Фа Би Синь», «Ли Мин Чи Ши Хао Би Чи» впервые упоминается в Трактате ученого Конфуцианца. Ван Сыта, впервые в последние китайские антестации «Си». Эту фразу он упомянет, говоря о просветленном и мудром правителе, для которого не существует мирочей. А сейчас я расскажу вам историю, которая поможет лучше понять это выражение. В древности был губернатором до имени Ли Мин Чи. На службе Овск Та проявлял искреннюю заботу о людях. Для Ли Мин Чи не существовало никаких мерочей. Он старался обникать во все дела, зато его очень уважали и любили. Прогадали своим достижениям на службе. Ли Мин Чи был выстрел на более высокий путь. Незадолго до съезда к Ли Мин Чи пришла губая людей. Они принесли деньги, решив таким образом его отброгаторить. Ли Мин Чи сказал, если я не приму деньги, то оскорблю вас. А если приму, то это будет похоже на подкуп. Сделаем так. Я возьму лишь один грош, чтобы принять ваши чувства и проявить искренность. С тех пор ученые стали называть «Грошовы», «Губерната». Но ведь это не было обычной прозвищей, не правда ли? Это детсвитерина интересная история, получительная критча, особенно для чиновников. Со своей стороны, я призываю образ-пример из таких непоскопных и честных чиновников, по ключу. Если бы власти, придерживающие, всегда ставили интересы людей на первое место, наша жизнь не во многом бы стала бы плохой. Не правда ли? На дань я, Мин Крущевынявы. Прощаюсь с вами. Пока-пока.